Всем привет, дорогие друзья! С вами Валек Чер и сегодня у нас обзор на сигареты стюардесса. Вот такие вот сигареты. Возможно, кто из вас их видел, возможно, никто из вас их и не видел, слышал только. Вот сзади вот так, вот еще на английском написано. Смолы здесь 9, никотина 0,7, соди, то есть крепкие сигареты. Технический регламент, производитель. Россия, Брянская область. Погар. Так, стоимость их не... 42 рубля на 08-1014, то есть, вот, можете увидеть, я вас не наебываю, написано 08-014, то есть, эти сигареты уже 4 года. Сейчас мы будем как раз-таки поговорим. Так, вот, заготовлены под контролем Булгар Табак Холдинг, Болгария, ну... Булгар Табак Холдинг, очень хуевая компания, если делать такие сигареты, это чуть позже. Так, 20 сигарет с фильтром, вот, характеристики. Так, продукт исключительного качества, оригинальный Блэнк Булгар Табак. Так, ну, вроде как все, здесь больше же... Так, ну вот, мы открываем пачку. Опять же, что хочу сказать, тут описано, что они 2014 года, и сейчас они, конечно, сухие прям, блядь, машины. Сейчас. Все, вроде все разъехались. Опять же, сейчас они сухие, да, они пиздец сухие, но это только лишь потому, что они у меня пролежали тут очень довольно-таки немалое время. На самом деле, когда я их приобрел, у меня просто было мало денег, и я решил купить что-то подешевле. Я зашел, спросил в магазин, что у вас есть из недорогого. Мне сказали, вот, стюардесс, что-то там еще, и такие типичные столичные какие-нибудь, как космос. Итак, вот, когда я их и открыл, я сам их херел, 08-14, я подумал, 4 года, сигалом, что, блядь. Однако, они были влажные. Они были настолько влажные, как будто их вот сделали не меньше двух месяцев назад, серьезно. Как будто они совсем новые. Ну, конечно, высыпало здесь у меня, но это ладно. Так, на сигаретике, естественно, у нас ничего не написано. И опять же, что хочу сказать, это 42 рубля. Есть сигареты намного лучше. Тот же самый фараон, который мы обозревали, он стоит, конечно, подороже, но он и лучше. Дымок, который мы обозревали, тоже, он намного лучше. Я вот сейчас, я уже пробовал их, естественно, там, с титан сигаретета. Ну, давайте попробуем вместе с вами. Первое, что хочу сказать, то, что, ну, вкус... Это ничем не отличающийся от столичных. То есть, у Космоса один вкус, а этот вкус столичных. Причем столичных, те, которые на 38 рублей. То есть, если вы не в курсе, самые дешевые сигареты с фильтром, это столичные, они стоят 38 рублей. В мягкой пачке. Примерно вкус такой же, даже немного, я бы сказал, похуже. Столичных там много, ну, не намного, но чуть получше вкус. Дымок, конечно, дымок здесь дохера, смолы тут тоже, смотрите. Как будто какой-то, блядь, вейп нахуй. Ну, маленький вейп, ладно. Курицы, они, конечно, как и по подобным таким сигаретам, из низшего, я бы сказал, сегмента. Курицы, они долго, курицы, они противно. В легких не чувствуются совсем, они не чувствуются, когда ты их дыхаешь. Они просто, блядь, как будто ты воздух. Даже не воздух, а какой-то, блядь, канализационный запах, я бы сказал. Ну, сигареты явно хреновые. Да, ну, даже за свою цену, 42 рубля, даже за эту цену не очень. Я уже в этом, в принципе, разбираюсь по предыдущим обзорам. Я думаю, вы уже это поняли. И опять же, мне почему-то кажется, что это паль. Во-первых, многие из вас знают, что эти сигареты стюардесса бренда, он-таки уже старый. Он был еще в Советском Союзе, если, я думаю, вы пользуетесь Ютубом. Вы можете просто в поиске написать, что курили в Советском Союзе. Там, по-моему, такой видос есть. И там пока рассказываются про стюардессы всякие. Да, там стюардесса была. И тогда это вроде как были такие охуительные сигареты. Почему? Потому что они из Болгарии были. А сейчас они делаются где-то в Барянске. Хуй пойми кем, блядь. По кимхолдингам. Это все, блядь, сложно. Но знаю точно, что это делается очень некачественно. И что здесь не табак, а сиенов какой-то. Но серьезно, тут очень дерьмовый табак. Если вот вообще есть. Фильтр становится полным говном уже. Ближе к концу курева. И вкус, все говорится, становится тоже таким специфическим. Очень дерьмовым. Фу, блядь, еще обжигает. Обжигает губы, как и этот, как Капитан Блэк. Каптейн Блэк. Также, ну, вы знаете, я кто курил. Думаю, все курили Капитан Блэк, блядь. И там фильтр тоже становится дерьмовым. Но там есть прямое оправдание. Фильтр с добавками вкусовыми. И сама табачная тут хрень тоже с добавками. И она сотка, да. А тут обычные сигареты. Почему-то тут тоже фильтр становится полным дерьмом. Похуево тянутся уже, ну вот. Можете увидеть то, что... Это не я, блядь, жал, это они сами так жались. Видимо, там все очень дерьмово. Ладно. Не буду терроризировать свой организм. И все-таки не буду докуривать дальше. В принципе, мое мнение выполнили. Конечно же, пачку я выкидываю. Тем более, оставлю ее в коллекцию. Но сигареты явно дерьмовые. Тем более, это паль. Я уверен, что это паль. Потому что 4 года они просто так пролежать, во-первых, не могли. Тем более, блядь, влажные пролежать. Что хочу сказать. Если вы видите где-то на полках своего города. Ну, конечно, 42 небольшие деньги. Можно потратить, честно, попробовать. Но я вам даже 42 рублей не советую тратить. Если у вас реально нет бабок, лучше купить тот же самый дымок, который был в обзоре. Тот же самый фараон. Почему бы нет? Они намного лучше. И стоят всего лишь на 8 рублей дороже. И по качеству они совершенно другие. Ладно. Думаю, буду заканчивать. Потому что обзор реально получится довольно-таки долгий. Уже 7 минут почти. Всем спасибо за просмотр. С вами был Валек Чер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И прочая хуйня, которая говорит в конце. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok